всем привет сегодня у меня по плану стирка ну все по порядку я запланировала себе сегодня постирать очень мне нужно темное белье я уже собрала все засунула в машинку просто меня в комментариях попросили показать какими машинками я пользуюсь очень какие у меня машинки ну какая у меня стиральная машинка какой у меня троп на сушилка я вам сейчас я потом поближе все покажу а тут так неудобно очень мы только что приехали сабрина я немножко привела себя в порядок меня еще немножечко трясет я думаю что по названию видео вы поняли же что с нами произошло мы попали в аварию короче машина увидите потом я закачаю эти все видео я там немножечко сняла ну совсем немножко ну не знаю даже чего вперед начать учим сегодня такое необычное видео я нахожусь у себя в келлере келлер это по-русски будет как подсобное помещение я не знаю короче даже не знаю как правильно сказать короче говоря это у нас комната в которой у нас находится вся техника которая снабжает наш дом водой газом в общем тут и колонка газовая стоит у нас газовое отопление в доме не видно или видно не не видно будут она стоит сейчас я вам так немножечко вот не совсем удобно все показывать когда камера что стоит на штативе но чтобы не этот штатив еще он по я его когда пошевелю он у меня постоянно шатается туда-сюда как я сейчас тоже шатаюсь туда-сюда меня так еще немножко потрясывает мы только приехали я выпила кофе но и думаю нужно заснять обещанное видео про вот эту всю стирку просто меня спрашивали какими порошками я пользуюсь и очень ящик какая-то не собранная прыгают с одного места на другое давайте сначала наверно про стирку а потом я вам расскажу что с нами произошло и как произошло ведь и чем это все дико закончилось но и все так в общем у меня и стиральная машинка и сушильная машинка это у меня стиральная машинка все от фирмы bosch кстати про трог на мы когда переехали в дом в электронике видно произошел какой-то сбой очень братом нас уже довольно таки давно мы его еще трупа вообще уже давно мы его покупали когда еще в старой квартире жили а после той стать в первой квартире жили после этой первой квартире мы еще в другой квартире жили год-полтора наверно и потом только дом построили очень тротар у нас уже но больше 15 наверно лет семнадцать может даже восемнадцать летlasse уже довольно таки старый и когда мы переехали в том у нас видно произошел какой-то сбой там с электроникой мы вызвали мастером он сказал ремонт обойдется нам в 400 я сказала мы подумаем или нам лучше у нас дорогой троп 0 я не помню теперь на сколько мы его покупали но где-то около 1000 евро он наверное стою может 800 900 я уже сейчас не помню давно это дело было я сказала хорошо мы подумаем потому что ремонт 400 гора это как бы дорого и я сказала муж придется работа мы подумаем может быть мы лучше новый купим чем платить такой дорогой ремонт очень муж пришел отремонтировал знаете как он один раз его бабах так сбоку ну как все ремонтирует у меня муж так все часто ремонтирует ну короче говоря он заработал друзья вы не поверите мы уже 15 лет в доме живем а мы только в дом переехали когда это случилось он до сих пор червы фу 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 вам сейчас нельзя чтобы у нас чуть-чуть поломалась чтобы у нас еще троп нам сломался машинку мы меняли уже после того как в дом переехали мы наверное я не знаю может быть года через три купили новую машинку но может быть я не знаю когда в общем короче машинка тоже у нас давно фирма bosch работает хорошо стирает хорошо проблем у нас ними не бывает какими порошками я стираю друзья я в принципе придерживаюсь тому правилу какие порошки находятся по акции по скидкам я покупаю те порошки теми стираю я не заворачиваюсь я одно время стирала только персилью или только ариэль у меня было вот всегда только я тоже конечно всегда ждала когда какой-нибудь порошок из этих двух фирм будет в ангиботе но под скидкам и покупала эти порошки и всегда ими стирала но знаете потом когда мы когда переехали в дом денег стало катастрофически не хватать и я стала в дорогих продуктов немножечко так сползать на дешевый и я вам скажу разницы особой я не увидела дорогие порошки дешевые порошки если этому пятну суждено отойти то она отойдет если ему не суждено отойти вы его хоть чем стирайте она не отойдет это я могу сказать сто процентов потому что я больше двадцати я наверно где-то 20 с лишним лет проработала ранним кунду виширай это по-русски химчистка и прачка я просто работала в отделе где чистились вещи но была химическая чистка в общем химчистка правильно и насчет пятен я знаю но если не все то практически все какое пятно отойдет какое пятно не отойдет какие пятна вам нужно в обязательном порядке вести какие вещи нужно обязательно только раннего в химии химчистку вести какие можно дома постирать в общем какими порошками я пользуюсь у меня здесь вот такой вот жидкий порошок гелевый был в ангеботе наверное кто-нибудь карина или сабрина купили я обычно жидкими порошками стираю редко но в общем кстати у меня здесь есть еще хорошее средство для чистки ковров но это профессионально я на работе покупала когда работала там шеф заказывал профессиональные ну очень магазин вы такое не купите это вот профессионально на профессиональных страницах продается он заказывал непосредственно для ну для своей фирмы но и мы могли у него конечно купить по желанию на данный момент у меня сейчас вот такой вот лиддлские обыкновенные я покупаю для цветного белья в основном для белого редко потому что я как бы все у меня в основном белье все такое более светлое и если например белое белье я тоже стираю этим же порошком только ставлю градусы выше и все ставлю на 90 градусов и все в общем вот такой вот обыкновенный порошок он дешевый 6 или 7 раз стоит вот эта коробка и последний раз я была в магазине тоже скидка на порошок дашь он пахнет очень хорошо тоже я взяла для цветного белья ну как я сказала я в основном стирают для цветного белья потому что скажу почему потому что если вы будете стирать цветное белье для порошком для что-то я теперь все в порошке для белого белья там есть отбеливающее средство и потом у вас цветные вещи они начинают терять цвет а если вы стираете всего для цветного белья порошком для цветного белья в общем вы ваши вещи цвет не теряют ну конечно говоря конечно если вы вещи которые нужно постирать на 30 или на 40 градусов не постираете на 90 так все машинки вам потом поближе покажу сейчас покажу что я категорически не стираю в машинках вот у меня здесь как раз одна ангорковая кофточка вы знаете они все очень дорого стоят их нужно сдавать или в химчистку что стоит тоже дорого я сейчас не скажу тогда когда я работала по моему у нас было про райниговой такую постирать такую кофточку химчистку если вы сдаете стоило по моему до 12 в общем я точно не могу сказать и я уже там считайте что четыре года не работаю ну цены то растут в общем вот эти вот вещи я я стираю только руками стираю руками естественно ни в какую сушилку и тоже закидывать нельзя потому что они у вас сяду друзья и эти вещи у них есть еще способность такая садится они садятся эти вещи когда машинка выжимает даже если вы стираете на холодную стирку то когда машинка выжимает все равно вещи немножечко садятся если вы закинете еще и сушилку то она сядет конечно эта вещь и так как это очень дорого стоит и жалко вы после первой стирки потом будет жалко вам выкинуть то я например но не доверяю машинке вообще никогда есть конечно здесь а такая функция где вы можете стирать и шерстяные вещи и без отжима и всякие ну короче короче такой деликатной стиркой я по-любому вот эти вот вещи всегда стираю на руках и никогда не закидывал в трохнер никогда из не сушил в трохнере и как я их сушу я потом беру эту кофту этот пуловерчик свитерочек я потом его ложу полотенца прям зале где-нибудь или в ванной комнате на полу ложу полотенца и раскладываю очень я их не вешаю тоже потому что как они же тяжелые после них много воды собираются и они потом вытягиваются в общем короче говоря я свои вещи которые у меня хорошие дорогие вещи я их берегу и я раскладываю потом просто я вам покажу наверное то что я все равно и сегодня постираю мне ее нужно постирать очень стираю руками возьму как раз вот этот вот жидкий порошок постираю кофточку и покажу как я сушу в общем я раскладываю потом на полотенце кстати когда мы рам когда я работала в химчистке некоторые вещи мы точно также стирали даже химчистки на руках и раскладывали вот так же на полотенце или там на поддеяльнике большие мы брали и раскладывали и даже не засовывали их в химчистку машинку для химчистки потому что бывали очень такие вещи ну например если чисто белая вещь знаете она могла покраситься от содержимого средства которое находится в химчистке в химической машинке в этой в общем так но там у меня утюг тут я сразу и все глажу обычно когда я стираю постельное белье я сразу после того как но постираю и высушу его в трокнере я сразу глажу потому что после трокнера она тогда не сильно мнется и очень быстро гладится белье сегодня я поменяла как раз постельное белье уже первую машинку я постирала с утра и без вас еще светлая уже постирала потом я поехала за сабриной и у нас тут а приключилась эта авария я уже погладила свое постельное белье сейчас поменяю постельное белье он потому что я сняла темная сейчас постираю и потом короче говоря сделаю такой обмен что еще хотела показать вам сейчас покажу я вам свой утюг потому что утюг у меня когда его покупал я сама даже не знала что я купил такой утюг я не знаю у кого то есть такой нет но он у меня с таким с песочным фильтром и мне он очень нравится он у меня тоже уже потому что за свою жизнь в германии я поменяла уже по моему два утюга в общем они в какой-то один прекрасный момент перестают пускать по а так как я очень долго работала вишара и раненым да уже говорил в общем химчистки и мы там гладили и там такие шикарные утюги кладить одно наслаждение и поэтому когда я себе выйти выбираю утюг я всегда себе выбираю для меня например такие показатели утюг должен быть тяжелый и чтобы у него хорошо шел по очень умеетят я вам покажу свой утюг я как раз его разберу вам даже покажу его фильтр чем не короче он очень нравится и стоил он не очень дорого где-то в пределах ну до 100 ойро у меня не такой стацион который стоит 300 400 ойро знаете который там но он не грамм не хуже я одно время стирала свадебные платья давно на дому и гладила которую у меня были такие не просили некоторые постирать еще были у меня такие заказы когда мне меня просили постирать например свадебное платье и те платье которые естественно я брала только те платьишки которые можно стирать дома естественно все платья стирала руками и потом я своим вот этим утюгом гладила эти платья и вот так они у меня отглаживались не хуже чем на работе пойдемте сейчас я вам покажу так так до биллу без света тогда нам придется идти на там я включу ладно в общем друзья как я сказала я нахожусь у себя в подвальном помещении поэтому здесь и везде трубы и все такое идет но это такой у нас короче говоря келлер очень сейчас я вам покажу мой утюг так утюг мой называется карштайн видно не видно в общем это он он довольно таки тяжелый но я как я уже сказала для меня утюг должен быть тяжелым вот такой у него вот такая у него я не знаю как сказать станция сейчас я тут его распутаю скажу один минус в этом утюге что мне не нравится в общем смотрите вот тут вот внизу такой контейнер он вот так вытаскивается кстати воду я сюда наливаю обыкновенную из крана и здесь у меня находится вот такой вот песчаный фильтр ведь вся вода идет через этот фильтр эти фильтра меняются но если честно я еще не меняла ни разу в общем вот сюда вовнутрь наливается вода потом вставляется вот этот вот фильтр вставляется обратно сюда в утюг сейчас я вам даже могу показать сейчас я включу утюг какой у него пар здесь уже погладил постельное белье кстати я когда глажу белье постельное я сразу выглажу на левую сторону на левой стороне ну чтобы удобнее чтобы чтобы быстрее было менять постельное белье сейчас он нагреется там у меня правда воды маловато можешь мне воды подлить у нас здесь а сразу все приспособлено у нас здесь а сразу есть и вода и все сразу наливается краник все очень просто мне это очень нравится очень гладит мы с вами сегодня был потому что я уже по глазам знаете какой минус у этого утюга у него нету такой кнопочки которые вы включаете и выключаете его нужно только чтобы выключить его короче нужно из розетки вытащить вот это вот декорацию муж у меня сделал специально для меня то что я очень часто особенно поначалу да иногда и сейчас забываю выключить утюг я он у меня стоит здесь всегда на вот этой вот подставки но все равно это он мне сделал так сказать ну что чтобы я не путала то что у нас тут еще машинки включены всегда ну чтобы я видела что я выключила утюг или не выключил так как у меня те все утюги были с такой кнопочка знаете включил выключил и я из розетки никогда утюг не выключил он у меня все равно всегда был в розетке включены я выключала этой кнопочкой туда-сюда а вот этот утюг без вот этой кнопочки и это единственная единственная такая проблематичная часть которая мне здесь не нравится а так утюг отменный кстати я люблю гладить я не знаю может быть это того что я так долго работала потому что я и чистила пока машинка ну вы знаете в германии же здесь ты когда работаешь особенно в частной фирме не раз не стоишь на одном месте здесь я подготовил все подготовил машинки в химчистку засунул в машину пока эта машина работает разные программы от 45 минут были там и до двух часов были программы пока машина работает ты в это время или другую машинку подготавливаешь опять ставишь вагончик с готовым бельем но подготавливаешь как нужно белье все рассортировать ну все помазать всякими мазилками каждое пятно карманы все проверить и все такое ну ладно это может быть это будет какая-нибудь другая в другой раз какая-нибудь тема если вам интересно чтобы я вам рассказала как вообще происходит химическая чистка но в этих в этих машинках потому что там там не заливается вода там только какой-то процент идет воды и тот то средство которое находится в этой машинке она циркулирует постоянно и вы этим средством этой жидкостью я скажу так можете работать в течение месяца например если она со временем но испаряется улетучивается вещах остается понимать после химчистки вы все замечали что вещи пахнут химчисткой и это когда это когда ранее будет обычно старым и тем средством которые уже не очень чистая и тогда вот этот вот запах остается и когда машина до конца все эти фильтра не просыхают поэтому есть даже такая программа специальная которая сама себя чистит эта машинка очищается и этот метр тоже очищается но о чем если честно сказать это целая наука как как работать с такими машинками в общем кому что интересно задавайте вопросы я вам отвечу в общем я в основном сушу строк на рину в сушилке свои постельное белье полотенца очень хорошие после после сушилки всякие там нижнее белье потом всякие футболки трикотажные вещи но в общем что я не сушу если я например недавно стирала чехол от матраса во первых я его стирала только на 30 градусов и никогда нельзя засовывать его в сушилку я сушила его так на двери повесила короче она мне высохла потому что они там тоже садятся а это если он сядет и матрас потом весь у вас согнется и ночью короче говоря это некрасиво когда матрас потом знаете такое когда просто натягиваешь и просто например немножко маловато и на ваш матрас и так края всегда поднимается в общем это я не сушу пуховики я сушил в тропнере они правда до конца ну у нас на работе когда я работала у нас были такие шикарные конечно тропнере более такие ну профессиональные не более профессиональной там пуховик конечно очень хорошо высыхал когда этого работала в страла все свои пуховики на работе сейчас конечно нет потому что это тоже дорого пок50 рать пуховик раньше было 30 стоило но у нас было у работников у нас были 30 процентов скидка но мы где со скидкой когда стирали где ты мне я тебе видишь люди работают с этими можно договориться иногда мы ходили к шефу просили а знаете у нас какая была хорошая функция на работе мы могли мы могли там стирать свое постельное белье и кухонные полотенца у тогда было постельное белье у меня шикарная она у меня всегда была и скатерти мы там могли стирать но потом некоторые не только русские и немцы начали наглеть начали приносить не только свое белье постирать вот например я носил у меня например было там например 5 пододеяльников и 5 простыней и там 5 наволочек а некоторые носили не знаю 15 простыней 15 наволочек 15 пододеяльников потому что собирали свое белье и и у детей и у дочек и у детей и у дочек но те дети которые уже сами жили и еще и обстирывали своих родителей ну и короче говоря одна у нас немка была такая умная она вы это было ужас что она сделала она взяла по своей деревне здесь рядом деревне есть она взяла своей деревне расклеил объявление что она гладит белье постельное и приносила на работу и гладила его на работе представляете а в этой же деревне шеф жил ну естественно он это увидел или кто-то ему доложил ну и все и он нам эту лавочку перекрыл сказал он не можете пользоваться тем что вам дают вам надо больше не будет ничего и все и потом она запретил сначала нам сделал что один раз в месяц можно было постирать свое постельное белье за только со своей семьи а потом он вообще запретил потому что люди стали все равно нагреть сегодня не стираю для себя а завтра они стирают для родителей например ну и все в общем я не знаю вроде бы я все рассказала ополаскиватель я не добавляю в машинку стираю только порошком без ополаскивателя потому что я сушу в тропнере в сушилке и у меня белье все равно все мягко по-любому иногда добавляю какой-нибудь какой парфюм для белья ну добавляю только тогда когда он у меня есть специально его не покупаю и специально его дома тоже не держу ну вот вроде бы про сирку я вам рассказала все о машинке сейчас его сын пока ночью вот поближе машинки мои в общем вот такой у меня вот такая у меня сушка у нас конденс вас вода собирается вот в этом контейнере у нас не с такой трубой ей знаете такие тропнеры которые труба выбрасывается в окошко нет у нас такой у нас вся вода весь конденсат собирается вот в этом контейнере после того как белье высохнет я это все чищу вот здесь а такая решетка здесь а собираются ну такой знаете такая но скажите мне ну такая как пыль пищевая пыль да круто я сказала конечно ночью вы меня поняли по немецкий вкус и всякие разные ночью вот это потом тоже вся сеточка чистится и сушится бельем очень здесь я уже заложила темные вещи в общем вот это вот моя стиральная машинка я буду сегодня стирать так я выключил из розетки ой потому что подключила же здесь все лампу и все такое в общем это я буду стирать сегодня чем здесь у меня ставится температура зависимости на какую какую программу вы хотите на какой программе вы хотите стирать видите здесь и 60 градусов можно убавить можно прибавить в общем я буду стирать на вот этой программе микс потому что но у меня там такое белье мне нужно просто чтобы она была более свежая все сейчас поставлю и через 50 минут но меня постирается потом все вытащу закину в свою сушилку и все здесь у меня я грязное белье суда скидываю там песок для кошек стоит на чем там я вам уже показала там я блажен здесь у нас аппарат который который нас обогревает это газовая колонка такая что наступление сильно много включена я думаю что у нас доме так жарко это у нас постоянно приходят проверять видите здесь такие бумажки все через аппарат пропускаются такие как каско отказывается как чеки с магазином в общем вот видите как как чек с магазина здесь все параметры ну вот и все соня уйди оттуда уходи сонечка все вот смотрите девчонки я постирала на руках свой своем горковую кофточку он горковый свитерок вот так вот стирала на руках жидким этим порошком который показывала вам сейчас на улице у нас дети играют так шумно соседские вот так вот разложила на полотенце и теперь она у меня вот так будет сохнуть у нас включены сонь ты тоже слышишь да ты тоже слышишь да что не шумят правильно сонечка обходи мой сладкий обходи я говорил то в общем вот так короче на полотенце я разложила и она будет сохнуть сонечка захотела ко мне да ты моя лапочка садись у девочкам привет скажешь смотри на девочек и на мальчик не хочешь ну садись так только меня все запачкал соню меня кофе я не кушаю я только кофе пью 8 друзья теперь потихоньку потихоньку теперь немножко о том что произошло короче я забрала сабрину как всегда с вокзала сабрин ты что там так шумишь я снимаю а доченька убирать убирайся убирайся в общем короче забрала сабрину как всегда с вокзала только выехали на автобан я даже не знаю я даже быстро не ехала я ехала ну ну сто километров в час я не знаю может быть может быть меньше даже ничего я вижу что выскакивает передо мной вот это зараза кабан вильтшвайн но я уже ничего не смогла сделать сабрина сказала хорошо что ты притормозила еще вот у тебя могла бы еще туда дальше выбросить но на встречную не на встречную полосу я на автобане было ну на вторую полосу я я если честно говорю я не помню тормозила я или не тормозила без понятия что я делала самое что интересно что я сабриниму сразу звони в полицию она стала набирать полицию я говорю где наши эти жилетки на же по закону мы должны же веточки эти все соня убежала мы же должны жилетки эти желтые или оранжевые одевать я всегда видела у нас каждой двери лежали вот эти жилетки 8 4 штуки у нас точно были в машине я не знаю куда наш хороший папа их вытащил короче говоря жилеток у нас нет я бы собой но сейчас ужас какой на чисто штраф повесят жилеток нету еле нашла этот треугольник то это мужа звонила говорю где она ожидают в машине я бы нету посмотреть там посмотреть там я везде посмотрел нету жилеток сейчас приедет прирему с работы его как специально сегодня вызвали придет с работы пусть он и покажет где в него эти жилетки лежат там нету жилета по нах походу вытащил все не знаю куда за сумму я знаю что когда вот этот закон вышел что вот эти жилетки были он поехал специально купил на мою тогда у меня еще пижо было на мою машину он купил эти жилетки и на audi купил у нас было все укомплектованным это вытащил все кстати у нас должен еще этот огнетушитель лежать машине я его видела он у нас келли стоит там внизу там где сейчас я снимала белье я стираю он у нас танцевать машине тоже его нету хотя по идее должен быть машине тоже находиться короче вызвали мы по полицию но полиция приехала сравнительно быстро а я по-домашнему я даже не у меня даже я даже в шлепках домашних а сама что интересно друзья я да теперь кошелек домой за нашу а в кошельке же у меня и права и мой паспорт ну аус вальс и все и у меня еще ничего с собой не было они полиция приехала к это ваш фюрер шайм я его нету дома забыл он так улыбнулся в маске но по глазам было видно кстати один полиция был в маске 2 2 без маски варгет по варгетал слазь я буду как все думы забыл кошелек там же мне все лежит хорошо у сабрина он гайду я придется ехать к вам домой и вы должны будете все показать его ночью теперь делать придется ехать чуть переделать а сабрина говорит а у кот копии на ксерокопии она делала ей нужно было сегодня как раз в манхайне нужно было не там был тернин ей короче но насчет ее паспорта насчет ее прав и она как раз там было и вот эти все бумажки нужны были и у нее случайно это все оказалось на год у меня есть ксерокопия он говорит давайте говорить ну хорошо хочу ксерокопия есть все пошли все проверили сказали по почте пришлют ну подтверждение но что мы там не кого-то ударили где-то но когда был машину ремонтировать то что мы эту свинью заразу я кстати немножко сняла я вам после этого закачал видео просто меня там еще не не немножко хорошо трясло мне сейчас еще такое мандраж вот ну короче говоря с полицией мы быстро разобрались он говорит машина у вас на ходу едет ну то может там ничего нигде не заклинило колеса или еще чего-нибудь я бы нет ничего вроде едет он говорит ну тогда езжайте домой все мы здесь это справку получите по почте придет письмо я приехала домой теперь еще и еще одна плохая новость я приехала домой набрала позвонила в нашу страховку а мне говорят а у вас машина застрахована не талькаско а хафлик ферзи хирург у вас но в немцы понимают и тот объясняют для русскоязычного населения в общем короче говоря у нас такой вот такая страховка если бы я сейчас зацепила какую-то машину если я была виновата то моя бы страховка все бы нам покрыла по-любому а если я нанесла вред сама себе но этот кабан зараза выскочил и получается что ну кабана же нет страховки и получается что я сама себе нанесла вред но сумма своей машине и у нас это наша страховка не покрывали мужу позвонил он к телефону не подошел вот он это он эту новость еще не знаю час приедет домой будет злой как зараза ну а чем я что же ничего не могла бы делать но очень короче говоря друзья кабана я тоже с него не особо говорит мама здесь полиция сейчас приедет и видео снимаешь я кому кого на на дороге я смогу снять когда я еще такое правда у самой руки трясутся но чтобы вам показать я с него не я не то чтобы вам показать чтобы мужу тоже показать он же потом будет не так у меня доказательства что кабан на меня выскочил и нам въехал машину короче дверь погнутая фару где-то на автобане потеряли фара вылетела право короче фара полностью нет короче нам этот ремонт моя очень много с нами и не знаю может быть ну муж не захочет продавать может быть было бы дешевле продать и купить ну не новую конечно новую то нет ну другую я имею ввиду еще я не знаю сегодня придет а он еще он еще не умеет нормально разговаривать он сразу начинает орать психовать очень псих до собрали а тоже убрала я думал что ты быстро а ты уже не пошли в комнату все убрала так ты сейчас только кушала так у тебя завтра вы полчаса назад я совсем тоже еще не кушала я тоже кушать хочу я не знаю что буду кушать чем придумал сейчас только подожди я закончу видео сейчас только тост оброт съела блин салями и со всем этим нет пиццу я не люблю и это не говоришь что если ты что-то не любишь что я не могу с андрюха пошли вы ушли ну сабрин сабрина мне мешает видео снимать титры 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 пусть она тут очень ладно друзья у нас время уже три часа я еще ничего не варила меня кушать еще нету я сегодня планировал еще чего-нибудь снять на свой кулинарный канал ну походу сегодня не будет у меня что-то это сегодня настроение короче мы сбили свинью на автобане я иду ставить знак о господи хоть бы он не дернулся наша машина вон там стоит короче у меня фара вылетела куда-то я не знаю куда думаю что вот это наша наверно какая-то запчастенька короче мы стоим здесь на автобане я даже не одевалась и собиралась короче говоря у нас еще жилеток в машине не оказалось наш папа то все укомплектует то куда-то все вытащили без понятия где-то все лежит короче мы ждем полицая ужас меня так еще потрясывает но уже не так сильно глыкар все тебя нет ты можешь нормально ехать я думаю если я остановилась я думаю что ты первый раз амстант страйф смотри пока тебя сейчас никто не знает все друзья смотрите каким испугом и отделались короче фары нету ой сабрина тихонечко выходи из машины короче дверь вот здесь я тоже сабрин выходи двери ты закроешь короче нам куда-то вот сюда ударил этот кабан зараза в общем меня еще немножечко потрясывает но еще уже уже не так сильно сабрин ты выходишь короче дверь вот так нашего папу сегодня как специально вызвали на работу он все не работает мы как раз мимо него проезжали он уже посмотрел сказал что машину нужно нужно будет ставить на ремонт естественно смотрите какая у нас сегодня хорошая погода солнышко светит и на улице у нас плюс восемь поэтому я даже не одевала куртку теплую вся растрепанная думающая по быстрому сабрину заберу забрала